Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет аналитическое видео по сыроедению. Называется «Мифы и реалии». Лектор Брэнда Дэвис, а я буду анализировать сказанное ей, а также сделаем выводы из всего услышанного. Данное видео – оригинал, переведенный и озвученный на русский язык. Вы можете посмотреть под моим данным видео по ссылочке. Итак, один мой зритель прислал мне письмо, в котором просил меня разобрать вот это видео. Было и другое письмо, в котором другой мой зритель выразил непонимание сказанного лектором и просил проанализировать меня, мол, сложный у данного лектора материал, и не выступила ли она здесь против веганства и сыроедения. Проанализируйте, пожалуйста, и поясните суть. Я прослушал данное выступление полно, и более того, по ходу просмотра я выписывал ее фразы, суть процессов и явлений, о которых она говорила, и проанализировал сказанное ей. По ходу прослушивания я понял, что эта лекция заслуживает подробнейшего моего разбора. Эта аналитика поможет вам понять ошибки, которые совершают очень многие веганы и сыроеды, а эти ошибки постепенно крадут здоровье, отвращая часть людей от этого типа питания и дают почву для хаивания и глумления некоторым необразованным и глупым активным пропагандистам мясоедения, многие из которых в прошлом сами были веганами и сыроедами, но не смогли остаться на данном типе питания по тем же причинам, ошибкам и невежеству, о которых, кстати, отчасти говорил электор Брэнда Дэвис. А злобившись от неумения, бессилия, неудач и незнания, решили всем отомстить наговорами и бездоказательными излияниями желчи на своих зрителей и обвинениями в адрес активистов сыроедного и веганского движения. Моя же аналитика данной лекции позволит вам легко закрыть злобный рот этих горлопанов и кликуш. Научно и аргументированно, так как логика штука железная, а факты вещь упрямая, и только невежество и лень противостоят торжеству истины в глазах общества. Я уверен, что прослушав эту мою аналитическую лекцию, вы узнаете много нового и получите ценнейшую информацию для дальнейшей здоровой и осознанной жизни. Также данная моя статья войдет в будущую мою книгу о здоровье. В этой лекции речь пойдет о ферментах, о палеопитании, о фитохимикатах и канцерогенах, о побочных продуктах термообработанной пищи, о антинутриентах растений, о дефицитных состояниях и питательных веществах и о многом-многом другом. Если кто-то захочет написать, что у меня вышло большое вступление, много воды, надо короче и так далее, я таким людям наперед скажу. Просто не смотрите, ну не учите меня, как мне доносить информацию до моих зрителей. И если подобное вы все же напишите, я просто вас забаню, без всяких там дополнительных пояснений. Думать надо, разжевывать информацию мне надо и приходится. И комментарии мои крайне важны, лишних слов и фраз у меня нет. Итак, начинаем. До полутора минут идет представление ведущим конференции нашей героини-докладчицы Брэнда Дэвис. Далее она говорит о палеодиете и дает дополнительные аргументы к парированию разного рода глупостей, высказываемых любителями неандертальцев, нарисованных в учебниках истории и биологии. Она считает, что аргументы сыроедов в оправдании разумности сыроедного питания не полны, ну которые обычно приводят докладчики и просто простые люди. И надо добавить следующие аргументы. Верно было сказано, что животные в селе не готовят. И до исторического периода палеоохоты человечества был период собирательства, до появления огня. Потому такое сыроедное питание, верное и естественное, то есть природное, исконное. И именно к нему человек биохимически приспособлен. Это был действительно сильный аргумент, верный, но не основной. Она добавляет еще аргументы. Первый. Среднее количество клетчатки, потребляемое людьми, палеолита, по оценкам ученых, было более 100 граммов в день. Средний веган сейчас, в наши дни, ест не более 50-60 грамм. А современные палеопоедатели не потребляют и 15-20. И то это предел. Перестарались современные приверженцы мышечной диеты, скажу я им, ну, заигрались. Возгорделись своей извращенной псевдооригинальностью. Второй дополнительный аргумент, то, что мясо диких животных палеолита не содержало более 15% жира, а содержало меньше. В отличие от мяса современных домашних, и тем более промышленно разводимых животных. Еще она привела чисто экономический расчет ученых, чтобы прокормить всех людей. Если бы они перешли на так называемое палеопитание сейчас, в наши дни, надо было бы еще 10 таких планет, как Земля, для их прокормления. Кстати, наша планета способна прокормить более 30 миллиардов человек на веганском питании. Но это тема для отдельного и важного видео. Да, поясню, что такое палеосыроедение. Есть и такое извращение. Так вот, это питание с потреблением сырого мяса, рыбы и иных сырых животных продуктов, от которых у поедателей обязательно будут и есть паразитарные инвазии, которые рано или поздно приведут этих гурманов на операционный стол, если доедут до больницы, конечно, или прямо в могилу, ну, или на костер, это на любителя. Но это будет не у всех сразу, поэтому у них есть еще время похорохориться и поглумиться, чем, собственно, они и занимаются. Дурака им будет еще дольше, но из-за гарантированных многочисленных гельминтозов и их последствий, они просто не доживут до онкологии, по крайней мере, большинство из них. Посмотрите вот эту лекцию мою по паразитам, хотя бы вот это короткое видео. Тут я сделаю остановку в ее цитатах и поясню некоторые аспекты палеопитания, это очень важно. На самом же деле, как я уже давно говорил в своих лекциях, в том числе на тему абсурдности утверждений, многими умниками отпали у антропологии, что древние люди, хотя бы те же неандертальцы, не имеют отношения к нам с вами. Но, тем не менее, даже если они имеют самое прямое отношение, то эти неандертальцы никакими охотниками вообще не были и не могли быть. Вы хоть представляете себе мамонтов и шерстистых носорогов, которых палками-копалками, ну или даже копьями с кремниевыми пластинами-наконечниками надо убить? Да это вообще невозможно, как невозможно и вырыть яму нужного размера в каменистом грунте северных пастбищ без мощных экскаваторов. Маломощными не получится, чтобы туда провалились и не выбрались мамонты. На одного мамонта пришлось бы выкопать яму не менее 120 кубометров. Их мамонтов еще надо испугать и загнать в степи именно в яму, да еще закидать камнями. А закидать камнями, ну это как показывают в детских мультфильмах, тоже не получилось бы по причине физической невозможности поднятия таковых. Даже если бы все горе-охотники палеолита были бы в пять раз сильнее Ивана Подогного, не говоря уже о верующих в эти картинки и на той вере живущих экземпляров современных полуголых, татуированных и слабоумных горлопанов из ютуб-сети. А многие из них еще и в кепках. А ели древние люди луговые травы, типа дикого лука и чеснока, аналоги сныти и иных дикоросов, и дикие корнеплоды, ягоды и грибы и прочие продукты в зависимости от климатических факторов местности и географических мест обитания. Кости мамонтов ученые находят на стоянках и у жилищ древних людей более поздних периодов и делают выводы, что значит их ели, а кости выкидывали рядом. На самом же деле мамонты, как и лоси, были домашними животными ранее. Они помогали по хозяйству, как в наши дни помогают слоны в Азии и лошади везде. Слоны переносят грузы и укладывают вместо кранов бревна иные тяжелые предметы, куда хочет человек, валят деревья и выполняют прочую работу. То есть, другими словами, их не ели, а уважали и, возможно, преклонялись. Они были тотемными животными, а домашние животные – это члены общины, но не пища. Это не одно и то же, но они хотят видеть вкусную и успокаивающую их совесть картинку из учебников с придуманными историями о том, что животная пища и термообработанная пища сделала из обезьяны человека, что мозг стал работать лучше от животной пищи и понеслась воспаленная желудочным соком и слюной фантазия любителей сосисок. Угу, сейчас разбежались. Стоп. Я рекомендую вам посмотреть лекцию, в том числе на эту тему, глубокую археологическую и биологическую аналитику Сергея Зимова. Называется «Манифест дикого поля». Читает лекцию сам автор, руководитель Северо-Восточной научной станции Российской Академии Наук, автор проекта «Плеистаценовый парк» Зимов Сергей Афанасьевич. Посмотрите под видео, по ссылочке. Обязательно это видео. Так вот, «Плеистаценовая, кстати, эпоха» началась более миллиона лет назад и закончилась 11,7 тысяч лет назад. Зимов подтверждает и доказывает, что в питании людей палеолита была в основном именно растительная пища. Это питание дикими растениями и падалью, по возможности, это как предположение. То есть то, что не доели многочисленные хищники древних экосистем, а хищники для наслаждения не убивали никого, то есть впрок. Они пасли стада, они сражались за свои территории пастбищных угодий, они защищали свои стада, а убивали только ослабленных животных. Как и сейчас поступают хищники, те же волки в природе. И только по необходимости. Саблезубым хищником прошлого человек не был конкурентом. Потому люди и жили, и не были истреблены, так как у человека была своя пища, адекватная его морфологическим и анатомическим возможностям и приспособлением от природы. Об этом ученый подробно и аргументированно, то есть доказательно поясняет. Он анализирует раскопки и продуктивность экосистем мамонтовых степей севера тех лет. И место человека в этой сверхпродуктивной, не имеющей в наши дни аналогов экосистеме. Человек был, в лучшем случае говоря о мясной пище, падальщиком. Или, как любит, говорит товарищ Невзоров, дотретофагом. А не хищником, увы. Не надо проявлять негодование и истерики, не нужно буйных фантазий и придумок. Ваши далекие предки не были никакими брутальными охотниками, коими вы себя мните. А попав в те времена, со своими ноготками, например, да вы смогли бы порвать разве что две-три волосинки одного мамонта, как раз скрутив их в косичку и сделав ему неосязаемый для мамонта массаж шерсти. И потом, не от обезьяны произошел человек вовсе. Потому тупиковые ветви человекоподобных гибридов, которых почти все вы по своей вере и привычкам называете прародителями современного человечества, нашими предками не были. И к нам вообще никакого, почти никакого отношения не имеют. А кому они имеют отношения, об этом точно не в этой статье, не в этой лекции. Ответы я давал в других своих лекциях про безъян, клыки и прочие прелести и разные всякие там вкусные оправдалки расскажу в самом конце сегодняшней лекции. Итак, возвращаемся к лектору и ее лекции. Она говорит про хронические болезни, про написание своих книг о вегетарианстве и веганстве. Она, кстати, профессиональный диетолог и поначалу боялась писать о сыроедении. И так, сколько клеветали на веганство в научной среде 20-30 лет тому назад, а тут сыроедение. И вот недавно группа диетологов вместе с нашей героиней написала книгу «Как стать сыроедом». Она дает классификацию по питанию и поясняет, что тот человек сыроед, кто более 75% еды потребляет в сыром виде, живое питание – это не просто сыроедение, это высшее сыроедение, то есть питание с большим количеством ферментов, пробиотиков, ферментированных продуктов, проростков – это богатое, высококонцентрированное питание питательными веществами. Собственно, к чему и надо стремиться. С этим я полностью согласен. Если же человек не на 100% сыроед, то стоит говорить о преобладании сыроедной пищи в его рационе, а не то, что он есть сыроед. Это некорректно. Много сыроедческих диет сейчас существует, продолжает лектор. Например, диета Дугласа Грэма 80-20. Это, по сути, раздельная сыроедческая диета. Есть и кето-сыроедческая диета с большим количеством жиров и много других разновидностей. На девятой минуте она приводит якобы распространенные убеждения сыроеда. Первое. Растительные ферменты, необходимые для человеческого здоровья. Второе. Приготовленная еда, то есть термообработанная, ядовита. Третье. В12 достаточно в растительных продуктах и есть также синтез В12 нашими бактериями кишечника. Четвертое. Бобовые вредны из-за антинутриентов, то есть вредных веществ. И не стоит их есть. Пятое. Сыроедение излечивает хронические всевозможные заболевания. И она начинает разбор по каждому пункту, и это крайне важно и крайне интересно. Итак, первый пункт. Она говорит, что общепринятые в науке догмы утверждают, что ферменты растений, как любые простые белковые структуры, разрушаются в желудочном соке и потому не имеют значения для здоровья человека. Сыроеды же говорят, что ферменты растений участвуют в пищеварении человека и помогают нашей ферментной системе организма, ну, снимая с нее нагрузку. И это главная причина, почему надо есть живую растительную пищу. И вот она, то есть она с коллегами поехали к светилам в теме ферментирования и ферментов. Майклу Гарднеру из Великобритании и Стивену Ротману из США. И они сказали, что мы не писали об этом, наши труды трактуют неверно и неполно. Мы не писали, что без растительных ферментов не будет в полной мере перевариваться пища. Далее она говорит, что на самом деле ферменты растений нужны для иного, для самих растений, то есть для сбора энергии солнца, для расщепления сложных соединений, запасаемых растениями на простые, для собственного питания и для катализации реакций, необходимых для защиты растений от поедания их хищниками разных типов, насекомыми и прочими животными, тем самым необходимых для их выживания. И она ставит вопрос, так есть ли польза от ферментов растений для человека? И отвечает, да, вероятно есть, но не такая большая, как считают сыроеды. И нет, необходимости в них нет для человека, и она разъясняет эти кажущиеся противоречия. Первое. В растениях есть фитохимикаты, которые ферменты преобразуют в активные метаболиты, и это прекрасно. И второе. Ферменты могут немного помочь в процессе пищеварения, вероятно, не сильно. Но скажу от себя, что фитохимикаты, кстати, это вообще несколько сотен питательных веществ, растительных фитонутриентов. Детально, кстати, изучено на данный момент более 150. Так вот, они содержатся в растительных продуктах, как правило, яркого цвета, черного, синего, красного, зеленого, оранжевого, а также в луке и чесноке. Они являются антиоксидантами, то есть защищают нас от свободных радикалов. Они помогают человеческому организму бороться с разными инфекциями, а также предупреждают развитие опухолевых заболеваний. И вот она приводит два полностью известных науке важных фермента. Первый это мерозиназа. Она содержится в крестоцветных. Это капуста, цветная капуста, там белокочанная, брокколи и прочее. В итоге она поясняет, что эти соединения преобразуют фитохимикаты, а именно глюкозинолаты, в их активные формы. Разные виды изотиоцианатов. Например, сульфарафан. Его много в брокколи. Эти соединения очень ценятся за способность индуцировать ферменты фазы 2. А они помогают присоединить водорастворимые соединения к эндогенным ядам, ну, чтобы организм мог эти яды вывести через мочу и желчь из организма. Я не издеваюсь, суть сказанного сводится, говоря простым языком, к тому, что эти вещества и эта пища, которая содержит эти вещества, очень полезны. И эти вещества еще и борются с раковыми клетками. В проростках, кстати, от 30 до 100 раз больше сульфарафана, чем в свежей капусте. То есть, в проростках капусты. Вот почему вы, дорогие друзья, после прослушивания этой лекции, непременно и внимательно просмотрите мою лекцию Дисбактериоз, полную версию. И там вы получите о проростках более подробную и жизненно важную информацию. Готовка, приготовление пищи, термообработка уничтожает ферменты. Это факт. И тогда не будет этой пользы отваренной той же капусты. При варке эти фитохимикаты погибают. Но степень их разрушения, гибели, то есть, зависит, во-первых, от температуры и времени готовки. Готовка уничтожает и алииназу. Это второй крайне важный фермент, находящийся, к примеру, в чесноке, луке, хрени. Этот фермент превращает алиин в биоактивную форму алицин. А уже он обладает противомикробными, противогрибковыми, то есть, бактерицидными и фунгицидными и иными защитными свойствами. Говоря подробнее, алицин, он обладает мощными противовоспалительными, антибактериальными, иммуностимулирующими, антисептическими, противомикробными, фунгицидными и дезинфицирующими свойствами. Кроме перечисленных терапевтических качеств, вот это органическое вещество из чеснока способно понижать уровень липопротеина в низкой плотности в крови, который в народе именует плохой холестерин. Вот почему любители чеснока намного реже страдают от атеросклероза и его опасных последствий в виде инсультов и инфарктов, а также ишемического болезни сердца и других патологических сердечно-сосудистых заболеваний. И тут она говорит самое интересное. Полагаю, это мало кто поймет, о чем речь дальше будет. Не понял бы, если бы я сейчас не пояснил. То есть, что же она сказала? А сказала она то, что если порубить свежий чеснок и подождать минут 10, то в порубленном чесноке станет больше алицина. А именно порубленный, частично вот этот ферментированный чеснок и лучше класть в суп, ну кто его ест. То есть, тогда польза будет больше, именно из-за наличия алицина. Тогда горячий суп не уничтожит весь алицин, который более стойкий к высоким температурам, чем алиеназа, фермент, которая была бы уничтожена варкой полностью. Потому лучше с чесноком поступать именно так, подождав преобразование, а алицин уже не разрушится от варки. Он останется в супе и будет какая-то польза. Выводит она. Поясню сейчас биохимию и логистику этого процесса кратко. В зрелом зубце чеснока находится алиин. И фермент алиеназы, они находятся раздельно. Фермент находится в акуолях с клеточным соком, да, это такие органеллы в клетках растительных. А алиин в цитоплазме клетки. При нарушении целостности зубца, то есть при его разжевывании, разрезании, его клетки разрушаются и компоненты высвобождаются и вступают во взаимодействие. При этом образуется как раз алицин. А алицин это что такое? Это органическое соединение, сульфоксид с невысокой термической стабильностью. Поэтому если и добавлять порубленный частично ферментированный чеснок в суп, как она рекомендует, то я рекомендую в не кипящий суп, а в остывающий суп. Тогда пользы будет гораздо больше. А вывод? Она сделала вывод? Нет, она вообще ничего не сказала о процессе открытым академиком Уголевым, об аутолизе или автолизе. То есть о процессе самопереваривания живой клетки себя самой в результате ее повреждения, когда именно ферменты самой клетки, находящиеся в тех же вакуолях, запускают этот процесс самопереваривания за счет своих же собственных ферментов. И нам грех не пользоваться этой возможностью, данной нам от природы. А ведь этот акцент крайне важный, принципиальный для понимания людьми. Она продолжает. Итак, ферменты работают на расщепление сложных соединений, не на простые. Они, к примеру, расщепляют крахмал на простые сахара, чтобы они были более доступны для использования. Сейчас для многих физиологов и медиков будет просто шокирующая информация, но она абсолютно истинна. Так вот, дорогие друзья, еда в верхней части желудка на самом деле задерживается в нем от 20 до 60 минут. Если, конечно, человек не ест гигантскими объемами, когда под своим весом пища проникает дальше по желудку. И pH в верхней части желудка, внимание, не 1,5-2, как полагали, во всем желудке, усредняя значение, а 4,5-5,8 pH, то есть слабокислая среда, а не 1,5-2,5, как в нижних отделах. Мало кто знает эту информацию, она очень важна. И в верхней части желудка ферменты растений, как раз при этом pH, прекрасно работают. Но когда пища поступает уже в нижний отдел, почти все уничтожается. То есть ферменты уничтожаются желудочным соком. Они расщепляются до аминокислот, так как любые ферменты – это белки, низкомолекулярные белки. И они легко разбираются желудочным соком до составных частей, то есть до аминокислот. Но часть ферментов все же может попасть в следующий отдел ЖКТ в 12-перстную кишку, если эти ферменты присоединены к жизнеспособным микроорганизмам, которые живыми попали в следующий отдел. Так вот, если они, эти ферменты, объединены с микроорганизмами, например, через ферментированную еду, то есть посредством микроорганизмов, тогда они, частично живые ферменты, проходят в 12-перстную кишку и продолжают участвовать все-таки в пищеварительном процессе. И она задается вопросом, так насколько это влияет, ферменты влияют на пищеварение? Отвечают, мало влияет. Ничего себе мало. Для мясоедов, вареных едов, конечно, мало, а для веганов, сыроедов, извините, много. И эти процессы можно регулировать, усиливать. Чем? А той же ферментированной пищей. Есть и холодная, и горячая ферментированная, и квашение, да, та же квашеная капуста – это прекрасная ферментированная, очень питательная и очень полезная пища. Цитирую далее. Специфическая амилаза, говорит она, а их существует, кстати, несколько разновидностей, есть в свежем морковном соке. В самом соке. В одном литре морковного сока содержится фермент амилазы 20-30 единиц на литр. Но, например, в слюне человека 200 тысяч на литр. И это в нестимулированной слюне. А когда мы едим, и идёт активное слюнное отделение, то намного больше. То есть, никакого сравнения. И пищеварение в основном происходит в тонком кишечнике. И потому нам в основном нужны ферменты, которые производит наш собственный организм, которые выделяются в наш тонкий кишечник. Поэтому и это позитивное влияние ферментов растений на нас очень малое заключает она. И действительно, это разумно. И в подтверждении того, что наши ферменты организма имеют самую решающую силу в расщеплении пищи, можно привести пример с бананом. Ещё не сладким, недозревшим, крахмалистым. Недозревшие бананы становятся слаще во рту. Многие это замечали. А почему? А потому, что благодаря нашему ферменту амилази, а именно слюной амилази, который называется птиолин, в результате долгого пережёвывания банана с обработкой этой массы, однородной массы слюной, то есть птиолином, очень быстро начинается активное ферментирование продукта. И потому появляются простые моносахара. Ну, те же глюкозы и фруктозы, которые и ощущаются сладостью во рту уже через 30-40 секунд активного пережёвывания. То есть, да, это довольно быстрые процессы. Тут важно мне вам подчеркнуть то, что я подробно пояснял в своей лекции по пищеварению о том, что пищеварение начинается в ротовой полости. И так важно долго жевать любую пищу, чтобы облегчить работу нашей поджелудочной железы и повысить КПД переваривания пищи и всасывания уже в тонком кишечнике элементов этой пищи в кровь. Но ферментированная пища тоже снимает нагрузку с поджелудочной железы, и немалую. Так вот, такая пища в большей степени нежели не ферментированная, да обрабатывается во рту птиолином и далее уже в желудке, а главное в тонком кишечнике. Тогда поджелудочной железе нужно выделить действительно меньше ферментов для окончательного разделения пищи на мономеры. Напомню, что поджелудочная железа выделяет трепсин, липазу, амилазу. Это главные ее ферменты, поставляемые через панкреатические и далее через общий желчный проток в 12-перстную кишку, ну в зависимости от поступающей в 12-перстную кишку пищи, то есть состава пищи. Выводы она делает, тем не менее, такие. Первый. Ферменты из растительной пищи более цены, чем принято считать в научных кругах. И второе. Хотя их роль не так велика в пищеварении, но мы начинаем узнавать их новую, иную роль в здоровье человека, о которых раньше не догадывались. Например, преобразование фитохимикатов в их активные формы. Она разбирает второе утверждение сыроедов. Приготовленная пища ядовита. Наука говорит, что это не так, что это безопасно, но объективно существуют побочные продукты готовки, являющиеся канцерогенами. Приготовка на пару и кипячение – это самые безопасные методы готовки. И такая готовка даже может улучшить биодоступность некоторых продуктов, так как готовка разрушает антинутриенты, например, в бобовых, и разрушает трудноперевариваемые клеточные стенки, что облегчает всасывание некоторых нутриентов. От себя добавлю, так как она, к сожалению, не акцентировала внимание на лектинах. Лектины – это белки, а один из самых известных лектинов – всем известный глютен. Но ведь глютен не один, лектинов много и разных. Я обязательно скоро сделаю подробный анализ крайне важной книги кардиохирурга и трансплантолога доктора Стивена Гандрия. «Парадокс растений» называется эта книга. Это очень важная информация. Ждите это мое видео обязательно. Можете подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход этого и других важных видео. Итак, продолжаю. Но проблемы в готовке есть. Готовка может, во-первых, сократить всасывание нутриентов и фитохимикатов. Во-вторых, повредить нутриенты. В-третьих, производить вредные вещества, канцерогены. И это главное. Далее она говорит про минералы. При варке есть потери. До 40% минералов переходит в воду. А нагрев не влияет на минералы, утверждает лектор. Вы не можете уничтожить минералы нагревом, говорит она. Если сжечь всю еду, любую еду до пепла, этот пепел и есть минералы. Надо же. Якобы тем самым она доказывает, что минералы могут усвоиться, коли они остались в продукте. То есть, вот этот пепел. Кошмар. Вот тут у нее ошибка. Мне надо вам это пояснить. Да, минералы после готовки останутся, это факт. Но уже они не будут усвояемы организмом. Пепел это минералы, верно. Но он не может вовлечься в биологический оборот в организме животных. А может только встроиться в биологический оборот в теле растений. И тогда в процессе фотосинтеза образуются органические вещества совместно с минералами, которые входят в состав органических структур тела растений. Так вот они, то есть минералы, переходят и преобразуются из неорганической формы, то есть из золы, в органическую форму своего существования. А это не одно и то же. И в этом основная ошибка многих экспертов, что неорганические минералы, то есть находящиеся вне состава сложных органических молекул и соединений, также усваиваются, как и органические формы. Но такого в природе нет. Всему свое время и место. И только растения поставляют в экосистему для всех консументов, то есть потребителей в экологическом плане минералы в единой структуре живых и только живых различных частей растений. Потому в природе есть и трава, и плода, и плотоядные, и всеядные так называемые, но их очень мало существа. Но все эти живые организмы получают минералы в пищевой цепи биосферы только от растений и только в живой органической форме. Остальное это фантазии и приспособленчества. Так что вы не уничтожаете минералы готовкой, говорит она. А это так и не так. Да, они остаются по факту. Они не испаряются с водой. Но как она привела пример И, якобы нет в том противоречия, что ферменты и полезны, и бесполезны в разных ситуациях, при разных условиях. Так и тут нет противоречия. Да, минералы есть. Они остаются после термообработки. И да, их уже по сути нет. Так как они хоть и есть, но не могут вовлечься в биологический оборот в организме, если они прошли высокую термообработку. И повторю, дорогие друзья, про минералы вот такой простой пример. Вот вы все кипятите воду, например, в чайнике. Раньше на огне, ну, неважно. И если вода не дистиллированная, то есть в ее составе есть какие-то минералы, еще растворенные в воде, потому что вы же воду льете и осадка сразу не видите. Но стоит вам вскипятить чайник, и что вы видите? Осадок. А что такое осадок? Это те минералы, которые были в водорастворимой форме. Да, конечно, в основном неорганические, но тем не менее, при пороге 65 градусов и выше, они выпали в осадок. Они изменили свою структуру. И тогда эти минералы, выпадая в осадок, становятся абсолютно неусвояемы. Ну вот спросите у любого врача, можно выпить, съедать этот осадок из чайника? Врач покрутит пальцем у виска, разумный врач и скажет, вы хотите почки свои убить, и не только почки. Так вот, а почему же вы пьете и едите, и варите, и жарите? Вы что думаете? При варке того же супа минералы останутся живыми или хотя бы водорастворимыми? Да нет, они также выпадут в осадок, просто вы этот осадок не увидите, как в чайнике. Поскольку в чайнике, кроме воды, вроде бы внешне ничего нет, и вода прозрачна, а суп не прозрачен. И вместе с мякотью различной супа. Вы просто не увидите эти минералы, которые уже стали небиодоступны. Знаете об этом. Верьте своим глазам и своему разуму, хотя бы примитивной аналитике сопоставлению. Очень важная на эту тему моя лекция на тему минералов лес и почва. Посмотрите ее обязательно, рекомендую. Теперь она и говорит о витаминах. Да, часть их при термообработке теряется, констатирует, докладчица. Да, консервирование и варка и жарка уничтожают до 80% витаминов. А на пару витамины уничтожаются меньше, примерно до 20-30%. Да, это проблема. Далее, каротиноиды. Напротив, варка разрушает клеточные оболочки и они, каротиноиды, становятся более биодоступны. Но из свежего морковного сока, говорит, докладчица, вы усвоите больше каротиноидов, чем из приготовленной отварной моркови. Вот так-то. Это происходит потому, что отжимание полностью избавляет содержимое клеток от их клеточных оболочек. И тогда биодоступность и становится выше. Так как количество каротиноидов в растворе становится выше. Далее, она говорит о побочных продуктах. И вот здесь самое главное. Побочные продукты термообработки. Особое внимание, дорогие друзья. Первое. Гетероциклические амины. Второе. Полициклические ароматические углеводороды. То есть, сокращенно, ПАУ. Третье. Конечные продукты гликирования. То есть, КПГ. Четвертое. Акриламид. И другие. Первый. Гетероциклические амины. Они образуются из-за наличия креатинина в мясе. Креатинин – это конечный продукт креатинфосфатной реакции. Креатинин образуется в мышцах, а затем выделяется в кровь. Креатинин участвует в энергетическом обмене мышечной и других тканей организма. Из организма креатинин выводится почками с мочой. Поэтому креатинин, его количество в крови – это важный показатель деятельности и жизнеспособности почек. Содержание креатинина в крови зависит от объема мышечной массы. Так вот, креатинин соединяется со свободными аминокислотами и образует это синтетическое канцерогенное соединение – гетероциклический амин. Еще в 2005 году это вещество было добавлено в список веществ, вызывающих онкологию. От рака желудка и кишечника до рака молочных желез. Так вот, веганам не нужно опасаться и беспокоиться. Совершенно справедливо говорит Брэнда Дэвис. Тут я добавлю еще о том, о чем она не сказала. Что при жарке мяса образуются еще и такие прекрасные соединения, которые называются нитрозуаминами. Это страшные мутагены. И недостаточно удалить корочку поджаренного мяса. Огромные дозы подобных соединений пройдут вглубь объема куска мяса. И, соответственно, в ваш организм. В своих лекциях я подробно рассказывал почти о всех объективных и пагубных влияниях поедаемых животных белков человеком. Тем более мясо, влияние этих продуктов на организм человека. Хотя все гораздо проще. Все проще, дорогие друзья. Не надо есть то, что не положено нам как виду, биологическому виду от природы. И то, что не находит доказательной базы для оправдания потребления оного в силу хотя бы отсутствия у человека анатомических и морфологических образований и приспособлений для добывания и потребления в пищу плоти животных. Сразу поясню для некоторых. Огонь, вилки, ножи и прочее не в счет. В природе их просто нет. И биологических их нельзя учитывать в доказательной базе аргументации. Посмотрите лучше мое видео «9 причин болезни человека». Полную версию моей лекции, чтобы понять все это. Далее она говорит о следующем компоненте, сокращенно ПАУ, полициклические ароматические углеводороды. Так вот, это химикаты, которые образуются при жарке булочек, хлеба в тостах. Образуются они при неполном сгорании углерод, содержащих веществ в еде. Или при жарке чего угодно, при более 200 градусах. Они есть в шашлыке, есть в птице, в рыбе, в любой еде на углях, в любых сосисках, поджаренных на костре, в любой сухой обжарке и вообще в любой еде, обжаренной на масле. Например, в картошке фри. Это известные мутагены, которые повреждают ДНК и гарантированно вызывают рак. Вопрос только времени и места дислокации первичных образований. Ну, вопрос времени. Рак легких кожи-мочеполовой системы это в первую очередь. То есть, любители шкварок, шашлыка, стейков на углях почти гарантированно умрут от рака, если только раньше не умрут от других болезней, что и не дает говорить о стопроцентной смертности рака у всех поедающих это. Но теперь с изменением питания на подобное, чего не было еще 60-70 лет назад, тем более в таком масштабе и в таких комбинациях, до присутствия в рационе питания зелени, чего не было ранее, рак начал молодеть и разрастаться по миру семимильными шагами. И все больше и больше больных с каждым годом, к сожалению. Но они все еще отстаивают свою любимую сосиску, говоря, а при чем тут еда? Ужас, деградация. Речь идет не о любимых фастфудах. Там все и так ясно на 100%, уже ясно даже любителям прогресса, кроме самых отмороженных представителей прогрессивного человечества. То есть про то, что о фастфуде речи не идет, вы, наверное, понимаете, пояснять дальше это не буду. Речь идет о так называемой естественной, для многих, пище. Сейчас идет иное течение. Оно обсуждается и пропагандируется отщепенцами веганского зождвижения, любителями органического мяса и поедателями животных на свободном выпасе. Тема натуральных, органических стейков, о которых неустанно вещают разные безумные блогеры, открывшие для себя вновь так желанные, привычные и приятные для брюха, забытые на проклятом веганстве, чудные, чуть ли не божественные вкусы, ради которых они и хотят жить и, собственно, живут. Что тут скажешь? Великая у них человеческая цель жизни, высокий смысл, высокое предназначение, светлые чистые идеи, чистый светлый разум в их головах. Так держать потомки неандертальцев, так радуйтесь до поры до времени. Продолжайте. Третий. КПГ. Необратимые и конечные продукты реакции Майера. Это когда хлеб становится коричневым, мясо на гриле и жареное мясо, потемневшими. Вообще потемнение любых продуктов в результате жарки, знаете, это образование КПГ. А образование КПГ связано с образованием всех самых серьезных болезней от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний до альцгеймера и рака. Для понимания пропорции, для сравнения, она приводит таблицу, из которой явно видно, что, к примеру, из любимых сосисок, всего из 85 грамм, это чудный, природный, естественный, прожаренный на костре, на огне еды, вы получите КПГ более 7-10 тысяч единиц на одну порцию. Из одной ложки сливочного масла 4 тысячи. Внимание! Тофу, соевый сыр, на гриле приготовленный и в мясе на гриле приготовленном, примерно поровну 2-3 тысячи единиц. А из фруктов, овощей, дорогие товарищи, всего 10-50 единиц. То есть до тысячи раз меньше, чем получите вы из любимых, будоражащих рассудок и диктующих вкусы, привычки и зависимости вкусных стейков и прочих сосисок. Что ж, жду злобные протесты. Это естественно и вполне понятно. Ведь очень хочется пошкворчать. А тут такое, ну, сосискоотдирание. Какой же я негодяй. Ну, как же жить дальше с сосискоедом? Проще сказать, что все это глупости или грубее сказать. И продолжать шкворчать. Понимаю, так как нравится, так как вам вкусно, так как вы привыкли. А разум у вас есть? Не думаю. А я всегда говорил, вегетарианство вообще ничего не даст просто отказом от мяса для здоровья. Веганство большее дает для здоровья, нежели вегетарианство. Но опять же, смотря чем, человек на веганстве питается. Одно дело макаронами с печеньями, тогда ничего хорошего не будет. Не ждите ничего хорошего и понятно, почему. Ведь у веганов тоже много проблем, болезней. Да, меньше, чем у мясоедов, но они есть. И это естественно при таком питании. И это не аргумент для разумных, я подчеркиваю, разумных мясоедов о том, что якобы веганство вредно. Сдуру-то можно и лоб разбить на ровном месте. Ужас, какие же есть еще люди, которые не могут понять, что это вообще не еда, а те же макароны. Это трижды прожаренный и проваренный клейстер. Этого нет в природе, а вы это едите. Говоря же в целом, Бог создал пищу, а дьявол кулинара. Соединение несовместимого, чего природа не предусмотрела, да еще в жареном виде, это разные всяческие канцерогены, мутагены, свободные радикалы, немного уступающие по канцерогенности жареному мясу. Так, к примеру, картошка фри немного безопаснее шашлыка, но только немного. И веганы, и блюдоманы не сильно больше мясоедов обезопасили себя от такого же риска рака и инсульта. Следующее вещество – акриламид. Это вещество образуется, когда пища с высоким содержанием углеводов нагревается, опять-таки же нагревается выше 120 градусов. Но в некоторых продуктах, даже при 65, особенно при высушивании в духовках, образуются эти вещества, когда аминокислота, аспарагин, вступает в реакцию с натуральными сахарами, например, с глюкозой. Это происходит на поздних стадиях выпечки, запеканиях или при жарке. Самые яркие примеры – это чипсы, печенье, жареные снеки. Особенно картошка фри. Та самая картошка фри, уже по которому веществу мы с вами о ней говорим. В данном случае, так как в картофеле очень много аминокислоты аспарагина, в вареном картофеле на пару, даже в печеном картофеле меньше образуются этих канцерогенных соединений. Но задумайтесь, дорогие товарищи, о том, что как бы мы не извращали законы природы, как бы не хотели порадовать свое воспаленное брюшко, тем чего в природе нет, как бы мы не стремились изменить состав продуктов, получить новые несуществующие вкусы для удовлетворения своих. Нет. Непотребности для жизни, а вкусовых привычек, для потакания своим зависимостям, слабостям, порокам, а не надобностям. Человек непременно получит расплату. Всегда получит болезни, и это естественная и справедливая плата за извращение законов природы. Это закономерность. Человек нарушает цели и смысл своей жизни, он меняет предназначение, он живет для еды, он начинает жить для еды, а не ест ради жизни. Он пытается изменить свою жизнь, но всегда получает наказание, естественное следствие нарушения незыблемой логики природы и мироздания. Эти законы кармы, законные причины наследственных связей, что посеешь, что и пожмешь, так было, так есть и так будет, а фантазии ничего не значит. Только себя обмануть можно, и то на какое-то время. Акриламид классифицируется Международным агентством по изучению рака как вероятный канцероген для человека. Вы спросите, почему вероятный, а не точный. А как вы думаете, дадут ли раздуть костер просветления человечества? Вот людям. Какие корпорации противостоят честным исследованиям и просветлению народных масс? Кому выгодно здоровье населения? Пищевым и фармконцернам, банкам и правительствам? Да вы что, о чем вы говорите? Если вы считаете, что все в этом мире и медицине происходит для вашего блага, я скажу мягко, вы настоящий биоробот, вы надежный в таком случае помощник общества потребления. Поздравляю. А для управления над идеальными потребителями нужно из человека выжить все в результате его труда жизненного, но так, чтобы человек это и не воспринимал как несправедливую эксплуатацию. А взамен ему нужно дать что? Нужно дать хлеб и зрелищ, известно это с древних времен. Чтобы человек не думал, не брыкался, дай ему гамму вкусов и потакай его привычкам и зависимостям. Тогда он будет доволен и думать ему вредно и вовсе не нужно. И она приводит, как сама выражается, шокирующие данные. А вы думаете, и так, на 100 грамма продукта заменитель кофе из жареного зерна. А что это такое? Это почерневшие зерна ячменя и прочих злаков и семян. До 5300 микрограмм на килограмм. Любимое многими кофе. 200-350 единиц на килограмм. Это тоже очень много. Хлебцы ржаные. 200-600. Картофельные чипсы от 200 до 1300. В зависимости от вида масел, жарки и так далее. Орехи, поджаренные с чем-то в духовке до 300. Крупы до 300. Все это нездоровая пища. И помните про накопительный эффект. И эффект сложения влияния этих разных продуктов в рационе питания совместно. И вы удивляетесь растущей детской онкологии. Да вы родители убийцы своих детей. Хлеб же содержит меньше 30-60. Ну а сколько же содержат свежие овощи, зелень и фрукты? Ноль. Ноль они содержат. Природа в который раз говорит, показывает человеку, что я для своих всех детей приготовила все, что только необходимо на своем столе, скатерти, самобранке. Все есть. Только человек-извращенец говорит, я тебя, природу, переделаю. Я сейчас буду жарить и варить. Тем самым, он говорит, я приготовлю пищу. Он говорит, человек, приготовлю. Что же это значит в плане интеллектуальном, логическом плане? А это значит, что он говорит, природа, ты дура. Я умнее тебя, ты природа дура. Для всех живых существ на планете, да, все приготовила, все в природе есть, мы же видим, верим своим глазам. Но тут начинается паралич сознания. И мы говорим, мы приготовим, то есть мы говорим, природа, для нас, людей, ты не приготовила то, что нам надо. Мы лучше тебя знаем, что нам надо. Мы сейчас переделаем то, что ты, убогая, не смогла создать для нас, людей. Мы типа такие особенные. У нас якобы биохимия по-другому идет, нежели других живых существ на нашей планете. Нет, она идет не по-другому. Также точно идут процессы биосинтеза белка, репликации ДНК и прочие биохимические реакции, процессы, как у любого животного, по крайней мере, высшего животного на нашей планете, любого другого вида. Люди, опомнитесь, а? Ну, хватит потакать своим слабостям привык. Кстати, посмотрите-ка вот это видео. Я уверен, что большинство из вас его не видели. Но для вашего развития, умственного развития, для всех это необходимо. Вот что такое зацикленность, предвзятость и предубежденность? Ну, может быть, вы хоть очнетесь, поймете что-то и начнете во всех сферах жизни мыслить без, скажем, самооправданий и без желания засунуть голову в песок, условно, как страус, чтобы, так сказать, жить спокойнее. Вот это нечестно, жить спокойнее, нечестно. Идем дальше. Кстати, не могу тут не дать рекламу для любителей вкусов. Мы выпускаем сыроедный кофе. Мы производим его, выпускаем. То есть, это полный заменитель кофе по вкусу. Он сделан из восьми видов трав, только не жареных. И вот тут огромная разница. Но он сделан с тем же привычным вкусом кофе. Можно даже обмануть знакомых. Предложить им выпить, попробовав, и человек получит привычный вкус, и вреда не будет. Есть такие технологии, они существуют, но они в промышленных масштабах не применяются. Из-за необходимости перестройки технологий, оборудования, огромных затратах, ну и концептуальных, так сказать, изменений. Кстати, все наши продукты, все сыроедные, живые, и соусы, и каши, и супы, паштеты, они могут людям, сильно зависимым от вкусов, помочь перейти на нормальное человеческое питание, не канцерогенное питание, живое, естественно. Ну или просто можно жить на этом питании, не убивая себя потреблением вредной, химической, жареной, мутагенной, так сказать, пищи. Поэтому, пожалуйста, у кого есть такая возможность, приобретайте, ешьте сами, кормите своих детей, своих родителей, чтобы они дольше жили и не погибали от рака. По крайней мере, эта возможность будет в разы уменьшена. Ну, это, так сказать, прямая, честная реклама, поскольку я про это говорю, и почему бы не сказать людям то, что в какой-то мере поможет им, слабым людям, получить те же вкусы, но при этом не убивать себя. Ну, идем дальше. Ее вывод. Готовка не превращает еду в яд, но некоторые способы готовки производят побочные продукты этой готовки, канцерогены. Но позвольте, вот эти канцерогены разве не яд? Так все же пища превращается в яд при термообработке. И честно сказать, да, конечно, надо честно говорить, но смотря при какой обработке, при варке нет, или в меньшей степени при жарке да. Сыроедные способы приготовления еды, замачивание, проращивание, ферментирование, приводят к значительному улучшению питательной ценности пищи, продуктов, и не вызывают выше переведенных подобных явлений. Мы можем кое-чему научиться у специалистов по приготовлению сыроедной пищи, заключает лектор. Далее она говорит о B12. Ну, здесь тоже надо сказать, упомянуть, хотя у меня было видео, но обо всем по порядку. Итак, некоторые гуру сыроедней говорят, что если мы правильно питаемся, то нам не нужно принимать B12 отдельно. Если, к примеру, моносыроедная диета. Но это маловероятно. Исследования показывают, что у большинства веганов и сыроедов уровень B12 ниже нормы. Например, 100 или 200 пикограмм на миллилитр, а норма от 400 и выше. А уровень гомоцистеина у веганов и сыроедов, как правило, очень высокий, и это плохо. Источники B12 это морские водоросли из веганской пищи, но они содержат неактивный его аналог. Они не выполняют работу B12, и они способствуют функциональному дефициту B12. В спирулинах, хлореллах и сине-зеленые водоросли вообще, ну, вроде бы содержат активную форму, но ученые еще не уверены в этом. Мало исследований на эту тему. Есть ферментированные продукты, которые могут содержать именно B12. Я поясню. Именно бактерии синтезируют B12. Ферментировать надо в керамике, а не в нержавейке. Есть свои особенности, но об этом отдельно. Внутренняя выработка B12 недостаточно, так как синтез B12 нашими симбиотическими кишечными бактериями идет в толстом кишечнике, а усвоение идет выше в тонком кишечнике. Есть зубные пасты с B12. Это да, возможно получить оттуда нужные дозы B12 при чистке зубов с такой пастой. B12 есть в виде препаратов, вполне их можно потреблять. Но какие тут проблемы? Вот известный кардиохирург и веган с 60-летним стажем. Он дожил почти до 104 лет, полных 103 года. Потреблял B12 последние многие десятилетия в виде препаратов, в виде метилкабаламина. Так вот, никаких проблем в этом нет, можно поступать так же. Запасы B12 в организме рассчитаны в среднем на 2-3 года, но при беременности надо применять B12 чаще и следить за анализами, особенно тщательно. Мегалобластная анемия или малокровие происходит именно при дефиците B12. Это слабость, утомляемость, раздражительность, депрессии. Другие опасные недостатки из состояния B12 это повреждение центральной нервной системы и кровеносной системы. Об этом и о многом другом я подробно поясняю в моей лекции про B12. Посмотрите ее обязательно и вы закроете для себя вопросы про B12 на всю жизнь. Симптомы недостатка описаны мною также в этой лекции, но совсем кратко это от покалывания в конечностях до потери памяти, плохой памяти, неустойчивости при ходьбе, психозы, боли в языке, диареи и многие другие. Повышенный гомоцистеин он приводит даже к Альцгеймеру. Опасен он также возможными повреждениями и дефектами у плода матери при внутриутробном развитии и так далее. Нужно просто два раза в неделю применять по 1000 микрограмм витамина B12 в виде метилкобаламины или можно меньше, но равномерно в течение, скажем, дня 100-300 микрограмм. Но на самом деле, если в виде спрея, то можно по одному пшику даже 2-3 раза в день прямо во время еды или перед едой вполне приемлемо и безопасно. И так далее. Антинутриенты. Все растения, особенно бобовые, содержат так называемые антинутриенты. Они защищают растения от поедания и сохраняют питательные вещества для дальнейшего роста и развития растений, когда придет время. И распадаются ферментами при проращивании. Поэтому при ферментировании антинутриенты тоже распадаются. А они, эти антинутриенты, кстати, например, препятствуют усвоению железа. Вот почему у веганов, некоторых веганов, которые едят определенную не совсем правильную пищу, может быть дефицит железа. Хотя дефицит железа может быть и у мясоедов, и бывает часто. Потому что основная причина дефицита железа, витамина В12, гемоглобина и так далее, это паразиты, которые либо сосут кровь напрямую, как, например, аскориды, либо и потребляют эти питательные вещества всем своим телом, как, например, широкие линцы, бычьи цепни и так далее. Так вот, антипаразитарную программу, дорогие друзья, надо проходить два раза в год любому человеку. Это очень большая проблема. Посмотрите, пожалуйста, мою лекцию «Гриб-лисичка». Обязательно. И то, что я даю ниже по ссылкам под видео «Гриб-лисичка». Но не все антинутриенты так плохи. Но многие из них обладают противораковыми и прочими полезными действиями, потому в небольших количествах даже полезны. Но только в небольших количествах. Потому семена все же лучше проращивать, а крупы лучше варить. Потому что при варке эти вещества распадаются. Гемаглютинины – это белки, которые связываются с молекулами сахара. Они склеивают эритроциты. И в таком виде они склеивают эритроциты, увеличивают деление клеток и препятствуют транспорту питательных веществ. И это плохо. Самый концентрированный источник – это красная фасоль. Но и все бобовые в том или ином виде. Так вот, варка и тушение удаляют, разрушают эти вещества. Проращивание, кстати, на 75, а иногда на 100% снижает содержание гемаглютининов также. А чечевица и горох содержат этих веществ очень мало. Потому их можно смело проращивать и есть. Это очень хорошо. Кстати, посмотрите здесь видео о моложении, где как раз чечевица, маш, нут именно так и проращиваются. И каким результатом правильное потребление, в том числе проростков, на сыроедение может привести. Потому проращивание снижает, кстати, и газообразование. Если человек бурно реагирует на чечевицу вареную, то на пророщенную не будет такой реакции, так как там есть и живые ферменты, и другие вещества, которые не дают образований таких реакций. Если, конечно, человек не съест эти проростки с фруктами или иными сладостями совместно. Помните о совместимости пищи. Ингибиторы трепсина. Это то, что его трепсин блокирует, и белок хуже усваивается. Напомню, трепсин это один из ферментов поджелудочной железы. Максимум ингибиторов трепсина находится в соевых бобах. Потом уже в нути и фасоли. А вот чечевица и горох, они содержат меньше ингибиторов трепсина. Если ингибиторы трепсина блокируют действия трепсина, то поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой. Вот поэтому при ошибках на сроидне у некоторых людей может страдать поджелудочная железа. Тем более, что из прошлой жизни люди переносят в новую свои проблемы, хронические болезни, а хронический панкреатит сейчас почти у каждого первого. Так вот, если поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой, то вырабатывается большое количество фермента трепсина. А это изнашивает поджелудочную железу. О чем я всегда говорил в своих лекциях, говоря про ошибки на сроидне и про питание вообще. Кстати, трепсин в первую очередь вырабатывается на потребление мясной и вообще высокомолекулярной животной пищи. Потому что, чтобы переработать сначала высокомолекулярные белки, а потом уже низкомолекулярные до мономеров, то есть до аминокислот требуется в том числе большое количество фермента трепсина. И поджелудочная железа в таком случае работает с огромной перегрузкой. Такая перегрузка приводит к истощению ресурсов и снижению запасов серосодержащих аминокислот в организме, которые активно используются при синтезе трепсина. И возникает такой порочный круг. Тогда постепенно, кстати, при дефиците серосодержащих аминокислот, кожа становится более дряблой и морщинистой. И лектор говорит, что в бобовых и так мало серосодержащих аминокислот. И она не совсем права, потому что в молодом молочной спелости горошки много серы. Большие запасы также находятся в злаках, но не только в них. Так вот, на сыроедении белки часто это проблема, продолжает лектор. То есть, недостаток белка это проблема. И без бобовых может быть недостаток белка, потому что бобовые содержат много белка полноценного, разного, то есть разнообразных аминокислот. Но сырыми их есть не стоит, и тут она точно права. Веганы варят бобовые, и потому получают белок практически без ингибиторов трепсина, который при термообработке, ну собственно говоря, расщепляется, уничтожается, и проблем здесь нет. Так как же сократить ингибиторы трепсина? Ну вот при проращивании бобовых до 8-12 дней, знаете, ингибиторы трепсина тоже полностью, практически полностью разрушаются. Варка уничтожает ингибиторы трепсина до 90-100%. Ну ферментирование, скажем, от 40 до 100, замачивание всего от 10 до 20. Ну а проращивание бобовых до 4-8 дней прорастания 15-60%. Самое лучшее это проращивать горох и маш и чечевицу. Тогда потеря трепсина будет минимально и условно, не более 5%. Но плюсов будет несоизмеримо больше. Можно включать в рацион до 20% вареного гороха и чечевицы, если вы не 100% сыроеды, к этому не стремитесь. Кстати, я бы точно так и сделал сам для себя, если бы не был сыроедом на 100%. И мы переходим к пятому пункту, о чем говорят сыроеды про пользу сыроедения. Сыроедение лечит болезни. И тут она приводит пример из своей практики. Больной раком перешел на сыроедение, и его семья тоже перешла на полное сыроедение для поддержки больного. В результате по раку была полная ремессия, а отец больного, у которого был сахарный диабет, не принимает больше никакой инсулин. Он тоже здоров. Так какая диета хороша? Сыроедная диета может быть правильной, если верно подобрана, говорит лектор. Есть прямые свидетельства по ремотоидному артриту, например. Очень замечательное улучшение. Уровень холестерина точно снижается, но как люди возвращаются на свою привычную всеядную диету до того, с мясом и так далее, все симптомы возвращаются. Далее она рассказывает о других улучшениях и лечении разных заболеваний от сыроедной диеты. Почему сыроедная диета имеет преимущество? Потому что нет вредных канцерогенных веществ, потому что улучшается работа микрофлора кишечника и так далее. Происходит снижение веса, само собой, как побочный результат перехода на сыроедную диету. Но, во-первых, из-за меньшей калорийности. Ну, тут она не совсем права, потому что на фруктах можно тоже потолстеть. Многие набирают вес на сыроедние, потребляя большое количество сладких продуктов, даже фруктов натуральных, естественных, потому что в них много природных, натуральных, но все же сахаров, глюкозы, фруктозы. И эти сахара, когда их больше в рационе, чем требуется для обеспечения организма энергией, они переходят, во-первых, сначала в животный крахмал, гликоген, а потом, когда его слишком много и больше деть, запасти некуда, то тогда в жир. Она говорит о том, что на сыроедении по раку есть очень множество единичных случаев из-за лечения полного, но нет групповых научных исследований, к сожалению, пока. Но точно улучшаются антиоксидантные защиты организма, нежели у всеядных и даже веганов. То есть у сыроедов антиоксидантная защита высокая, и это очень хорошо. А антиоксиданты борются как раз с окислением, а значит с раком. Далее она говорит о книге, которая называется «Диета, питание и предотвращение рака». Она рекомендует эту книгу всем прочесть. Ученые более 60 стран исследуют связь питания и рака в этой книге. И эти книги были выпущены Всемирным институтом исследования рака и Американским институтом исследования рака. И в первой книге председатель комиссии, который отвечал за эту книгу, а был им Джин Поттер, из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона, который находится в Сиэтле. Он однозначно сторонник растительного питания, как и очень многие серьезные ученые. И это вам не Боря Цицулин. Так вот, он сделал обзор исследований, сравнивая живые овощи с приготовленными. И в результате исследования было обнаружено, что и сырые, и вареные овощи все-таки снижали развитие рака, объективно снижали. Но при потреблении сырых овощей риска было еще меньше, а результаты были объективно лучше. Им было сделано три предположения, почему сырая пища лучше защищает от рака, нежели приготовленные, то есть жареные и вареные. Во-первых, готовка сокращает, разрушает защитные нутриенты, такие как антиоксидант, витамин С, Д и полезные фитохимикаты. Во-вторых, готовка отключает, уничтожает два важных фермента, мерозиназу и алиеназу, которые производят противораковые соединения, как, впрочем, разрушает любые ферменты. В-третьих, готовка меняет физическую структуру еды, сокращает содержание нерастворимой клетчатки, которая связывает и удаляет канцерогены. А как же насчет денатурации белка, скажу я тут уже от себя, хотя во многих лекциях своих я это рассказывал, но и тут, поскольку многие новые зрители впервые будут это слушать и зададутся этим вопросом. Дорогие друзья, из школы вы еще должны были знать, что есть такое понятие, полная и необратимая денатурация белков. То есть, это утеря природных свойств, способностей живой клетки к размножению, делению, к жизни вообще. И после 70 градусов термообработки происходит полное разрушение первичной структуры белка, то есть, полная и необратимая денатурация белка. А такая денатурация приводит к тому, что это уже не белок, а бывшие белковые тела, это безжизненная аморфная структура. И это приготовленная еда и есть такая безжизненная структура. Ну, как же это можно было не понять, прочтя? Я понимаю, что здесь отчасти вина учителей, которые сами не понимают. Как будто чисто теоретически изучают то, что якобы к жизни никакого отношения не имеют. То есть, в природе имеют. Корми животных вареной и жареной пищей, они обязательно будут умирать от рака и других болезней. Но не корми, а корми естественной пищей и цивилизационных болезней у животных нет и не будет. В дикой природе нету животных аутоиммунных заболеваний, онкологии, есть другие, но этих нет. От чего в основном люди и умирают, кстати, и животные домашние, человеческие те же. От тех же болезней умирают от рака, инсультов, инфарктов и так далее. Так вот, в четвертое. Готовка производит вещества, которые повреждают ДНК, то есть канцерогены, и увеличивают риск развития рака. И эти вещества были перечислены выше. И далеко-далеко не все. Итак, растительная диета имеет неоспоримый эффект в профилактике лечения болезней сердечно-сосудистой системы. Были исследования в США в шестом году, которые показывали у веганов-сыроедов самые лучшие результаты. Что и неудивительно, самые низкие показатели кровяного давления, общего и липопротезной низкой плотности холестерина, триглицеридов, высокочувствительного цирреактивного белка, который является показателем любого воспаления в организме. И меньше были показатели толщины интимомедиационной артерии. Бег и активный труд крайне важно и полезен. У бегунов на длинные дистанции кровеносная система в хорошем состоянии, пока они не прекратили бег. Исследования в Финляндии и Германии показали, что у сыроедов самые лучшие пониженные показатели холестерина и триглицеридов. Внимание! Даже у сыроедов, которые ели больше жиров, чем люди на обычной диете, эти показатели были лучше и, соответственно, ниже. Но есть проблемы, когда продолжительные, положительные эффекты были подорваны, когда выявлялись недостатки трех групп элементов питания в организме людей при веганском и сыроедном питании. Во-первых, это дефицит В12 с повышением гомоцистеина и со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, витамины Д, Д2, Д3. Тогда будут риски ожирения, повышенного давления, диабета, риски инсультов и инфарктов. И люди, которые не могут похудеть, тоже часто не могут похудеть по причине дефицита витамина Д. Но, впрочем, у меня есть видео о ожирении, там есть и другие очень тонкие моменты, которые ни диетологи, ни сами пациенты, как правило, не учитывают, потому что это просто не знают. Посмотрите, кому это будет интересно. В-третьих, дефицит омега-3 жирных кислот, которые сопровождаются повышением давления, повышением уровня триглицеридов, агрессии тромбоцитов и сердечной аритмии и воспалений всевозможных в организме. Но омега-3 жирные кислоты, дорогие друзья, есть во многих орехах, есть они в спирулине, есть они, конечно же, в соке проросской пшеницы, во многих растениях. Поэтому просто надо знать, где они есть, потреблять с естественно нормальной пищей, дефицита в них тогда не будет. Я советую вам посмотреть мою лекцию «Дисбактериоз», из которой вы поймёте, как предотвратить организм от дефицитных состояний самых важных компонентов питания, элементов питания. Наш электор говорит, что в борьбе с диабетом, с сахарным диабетом, очень хорошо помогает веганская диета, и это точно, на 100%. Очень хороший пример она привела, о чём я подробно говорил много раз и много лет к ряду. Я говорил про японцев, которые с традиционного питания перешли на европейскую, начав потреблять молочную продукцию, и начался у них повальный диабет первого и второго типов, которых до того вообще у них никогда не было, никогда не наблюдалось. Начался рост и других аутоиммунных заболеваний, это после оккупации Японии американскими войсками, по результатам Второй мировой войны. А вы слышали про толстых туземцев разного рода племени? Вы видели идиотский мультфильм, ну хотя бы краем глаза, вот этот голливудский мультфильм про жирного представителя народа Маури? Это больная ассоциация? Да, уже она не такая больная в наши дни. Она отражает истинное положение дел. А помните старые хроники? Кто видел всех диких племён? Индейцев тех же. Так вот, там были толстяки? Конечно нет. Как и нет жирных животных в дикой природе, ведь они все как копия, один похож на другого, в тех же пропорциях, как по матрице. И лектор верно подмечает, что до 90% местных жителей на Маршаловых островах, которые 30 лет назад не имели вообще сахарного диабета, теперь имеют диабет и преддиабетические состояния, так как перешли на питание белым рисом, крупами, макаронами, консервами. Как белый европеец принёс им, разным племенам и народам, свою рафинированную пищу, все начали жирить. Даже народы Крайнего Севера. А скоро все люди будут и верить, что так было всегда. И что же тут поделать? Ожирение у меня, мол, это конституция у меня такая. Конституция у него такая. Прямо за такие слова хочется в лоб дать, честное слово. Ну, чтобы мозги вправить. Ранее они жили на земле, как хорошо и точно сказала наш лектор. То есть с питанием овощами, фруктами, травами, рыбой. А теперь что у туземцев? Это безумие. То есть питание упакованными продуктами с запиванием всего этого ужаса, кукурузными сиропами и прочими химическими напитками, а не водой, как и должно. Кстати, это не уставало повторять старейшая и мудрейшая женщина-детский врач, прожившая 114 лет, про воду. Вот посмотрите сейчас внимательно, что она говорила про воду. Ну и заодно про молоко. А там, продолжает лектор на Маршаловых островах, теперь даже дети утром на завтрак едят лапшу, посыпанную порошком от растворимых напитков. И что вы хотите? Не надо удивляться всему безумию и деградации современности. Это объективность. Как же меня бесят эти умники, которые под моим видео о сахарном диабете пишут злобные выклики, что это все вранье, диабет не лечится, еще чуть ли не радуются от этого. Так утверждают и гордятся, мол, не лечится диабет. Кретины! Диабет, конечно, не лечится, если вы будете продолжать жрать вареную и жареную еду, тем более ту, что вы едите. Тогда, да, однозначно невозможно вылечить. Но это возможно, и это происходит, если наряду с прочими важными мерами по лечению диабета вы перейдете на живую человеческую пищу впервые в жизни. Она завершает вступление и говорит еще о том, что в сыроедных диетах, на овощах, корнеплодах и травах очень низкая гликемическая нагрузка. Ну это понятно. Так вывод она делает такой. Мы должны увеличить потребление сырой пищи в обществе. Приготовленная же пища как бы успокаивает общество от якобы радикализма сыроедов и не вызывает таких сильных бурных протестов в обществе. Потому просто увеличивайте поступление сырой пищи в организм, свой рацион. Это проще, чем стать абсолютно сыроедом. Но решение, конечно же, за вами. Она считает, что для детей есть опасность и не дополучить на полном сыроедении некоторые питательные вещества. И завершает она рассказом о своих тренировках, важности физической активности, о личном примере говорит и поднимает этику вопроса. Ну, на этом она заканчивает. И что же я теперь хочу добавить в завершении данной лекции к моей аналитической выкладке. Сыроедное питание, дорогие товарищи, это самое лучшее питание. И главное, это естественное и единственное питание для всех живых существ на Земле. И человек здесь не исключение. Но нужно учесть только индивидуальные проблемы со здоровьем, которые вы приобрели в течение прежней жизни, чтобы не усугубить состояние здоровья в будущем и не получить новые болезни. А они у всех разные. Комбинации этих болезней. Стадии запущенности, последствия этих болезней и состояний. Ну и тому подобное. Именно потому люди все разные. А вообще-то люди все одинаковые в плане биохимии и физиологии. Поэтому эти индивидуальные состояния нужно просто учесть и в программе лечения, и в переходе на живое питание ввести коррективы, если они нужны. Но важно ликвидировать любые дефицитные состояния по минералам, витаминам, жирным кислотам и прочим элементам питания. Нужно сдать анализы и пройти специфические обследования по личным показаниям имеющихся болезней, зафиксировать их, ввести дневник, лечиться, если необходимо, и переходить на сыроедение, убрав вначале самые вредные, то есть жареные продукты, затем все молочные продукты, потом мясо и все иные продукты животного происхождения, затем вареные крахмалы, то есть картошку, рис, хлебобулочные изделия, пропорционально увеличивая в рационе зелени, овощи, орехи и проростки, смузи. Фрукты не должны составлять более 30% от общего объема съеденной пищи в день. Не переживайте про белок. В растительной разнообразной пище есть все незаменимые аминокислоты. В крайнем случае есть супер добавки. Посмотрите, к примеру, мою лекцию, как нарастить мышцы. Есть в продаже отдельные аминокислоты. Рекомендую трептофан потреблять дополнительно. Его, к примеру, вы можете приобрести в Коралловом клубе. Если захотите, по ссылочке будет описание, как это сделать, ну, со скидкой, то есть по клубной цене. Так, никаких кофе, никаких прочих напитков, кроме воды и свежих овощных соков. Ну, и еще настои на травах, разумеется. Уберите из рациона лектиносодержащие продукты, в первую очередь посленовые. Ешьте ферментированные продукты, квашеную капусту и прочие, авокадо, салаты. Ну, а из масел органические, оливковое, льняное, кокосовое, органовое. Воду потребляйте мягкую, водородную, с чистыми показателями, без примеси других газов и с отрицательным ОВП. Посмотрите вот эти два видео обязательно. Учтите, что я советую. Так как у всех людей имеется большой недостаток минералов, особенно микроэлементов, обязательно учтите все то, что я рекомендую по их восполнению в лекции моей полной версии дисбактериоз. Вот она. Пользуйтесь нейтрониками, но снимите с себя хотя бы часть электромагнитных нагрузок и последствия облучения электромагнитными полями. Спите с 23.00 до 3 утра в полном погружении, то есть в это время должна быть глубокая фаза сна и в полной кромешной, что называется, тьме, в полной темноте. Без крайней необходимости и экстренных ситуаций лечитесь только натуральными средствами, то есть травами, грибными препаратами и корректировкой питания. Голодание более 5-6 дней практикуйте только после прохождения полной антипаразитарной программы. Проходите эту программу два раза в год. Посмотрите видео гриб-лисички. Ведите физическую активную жизнь, укрепляйте сердечно-сосудистую систему тем самым. А с потом выходят многие вредные токсичные вещества, потому труд, физический труд и бани это очень хорошо. Контрастный душ и посильное закаливание это прекрасно. Смотрите мои общие и тематические лекции на моем канале в ютубе, в которых вы найдете ответы на тысячи важных вопросов. Есть у меня и инфопродукты, в которых я даю уже готовые методики лечения тех или иных болезней. Есть два подраздела. Первый это инфопродукты. Большие и охватывающие весь спектр болезней по системам органов. Например, по болезням органов желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и прочих. А есть второй подраздел. Это так называемые мини-инфопродукты, где я разбираю одну, две или три конкретные проблемы. Есть возможность записаться ко мне и на индивидуальную консультацию. Все условия указаны здесь. А под этим видео даны ссылки на эти другие разделы. Что ж, дорогие товарищи, я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам здравомыслия. Подписывайтесь на мой канал, подпишитесь на рассылку новостей от меня. Ну и до новых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok